Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Экономика России, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, оказалась более мобилизованной. О чем еще говорил президент Владимир Путин на пресс-конференции, которая состоялась в четверг в Манеже. Ситуация с COVID-19 в регионе продолжает оставаться напряженной. Ход вакцинации обсудили на оперштабе по предупреждению распространения коронавируса. Более 340 новых рабочих мест и современное российское оборудование. На предприятии УДК Кузнецов открылся центр специализаций под названием «Компрессор». Отсечь все лишнее от тонны льда – такова задача скульпторов, которые трудятся над созданием персонажей из советских мультфильмов на главной площади города. Как мастера работают с ледяными глыбами и каких героев можно будет увидеть. Тысячи праздничных залпов вскоре украсит самарское небо. Как зажечь в новогоднюю ночь без риска для здоровья? В столичном Манеже на минувшей неделе прошла пресс-конференция президента России Владимира Путина. В отличие от прошлого года, на этот раз она была организована в очном формате. Но пандемия внесла определенные ограничения. Так, число представителей прессы было решено сократить до 500. Для сравнения, в 2019 году аккредитовались 1895 журналистов. На пресс-конференции президент заявил, что экономика страны, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, оказалась более мобилизованной. Уровень спада составил 3%, меньше, чем во многих других странах. И восстановление в России проходит быстрее. О чем еще рассказал президент в нашем сюжете. Началась пресс-конференция с главной темы последних полутора лет коронавируса. По словам президента, коллективный иммунитет в России составляет 59,5%. Этого недостаточно. Нужно, чтобы он был не менее 80. Такого результата президент рассчитывает достичь к концу первого квартала 2022 года. По словам Владимира Путина, новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения. И уровень иммунитета низкий. Потому необходимо взаимное признание вакцин и их распространение по всему миру. Экономика страны, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, оказалась более мобилизованной. Уровень спада составил 3%, меньше, чем во многих других странах. И восстановление в России проходит быстрее. Что касается того, как отразилась эта ситуация на российской экономике и что мы ожидаем в ближайшее время, то в целом наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира. Президент уверен, никаких мер преследования тех, кто не вакцинирован, вводить не нужно, поскольку если начнется давление, появятся способы его обойти. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, терпеливо разъяснять необходимость таких мер. Среди вакцинированных болеют 3-4%, на койках в больницах тех, кто вакцинировался в несколько раз меньше. Надо бороться не с людьми, а с правонарушениями, с подделкой сертификатов. Уже возбуждено около 200 уголовных дел. В России остро стоит вопрос демографии. В стране 81 миллион работоспособного населения. Этого недостаточно. Этот показатель нужно серьезно увеличивать к 2024-2030 годам. Еще одна проблема – большая инфляция. В два раза больше по сравнению с целевым показателем. По словам президента, в следующем году необходимо вернуться к 4%. А пока государство делает все, чтобы поддержать тех, кто в этом особенно нуждается. Это пенсионеры и семьи с детьми. Расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства. Просто по количеству семей от нуля до трех лет. У кого есть дети от нуля до трех лет. Начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Начали дополнительно платить от трех до семи. Выплачивали иноразовые выплаты и по 5, и по 10 тысяч рублей. Разным категориям. Прежде всего, конечно, людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации. Вот это целый набор инструментов, мер. 4,5 триллиона рублей в прошлом году. Речь зашла и об ограничениях в интернете. Как подчеркнул Владимир Путин, для платформы это прежде всего бизнес. Вопрос номер один для них это извлечение прибыли. Отсюда и призывы к суициду и трагедии в школах. Благодаря оперативному реагированию многие из них удалось предотвратить. Что касается ухода от обезличенности в интернете, это обсуждается. Тут нужно соблюсти золотую середину, не подавлять свободу выражения и распространения информации, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений. Высказался президент и о новой европейской этике, когда не принято указывать в графе «мама» или «папа». Он заявил, что это как пандемия. Появляются новые штаммы, никуда от этого не деться. Нужно искать противоядие. И выразил надежду, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями России. У народов, проживающих на территории Российской Федерации, хватит внутренних иммунных систем защиты. Бороться с этой тенденцией нужно поддержкой традиционных ценностей. Виктория Шарая, События. Ситуация с COVID-19 в регионе продолжает оставаться напряженной. Ход вакцинации обсудили на оперштабе по предупреждению распространения коронавируса. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. Основные тезисы в нашем сюжете. За минувшую неделю число заболевших коронавирусом уменьшилось на 13%. Это коснулось всех возрастных групп. Наибольшее снижение отмечено в группе от 7 до 14 лет. Меньше стали болеть и люди в возрасте от 30 до 49 лет. Самые высокие показатели по-прежнему в группе 65+. Незначительный рост заболеваемости отмечен среди работников пищевой промышленности, общепита, ЧОП, а также сферы услуг. Количество заболевших ОРВИ за неделю выросло на 10%. В Тольятти есть случаи заболевания гриппом. В этой связи Дмитрий Азаров еще раз акцентировал внимание на важности работы со старшим поколением. Охват вакцинации в этой категории населения пока недостаточен. Коллеги, это еще раз говорит о важности и первоочередности работы со старшим поколением. Еще раз для вас всех, это было уточнение, коллеги. У нас, к сожалению, старшее поколение охват вакцинации ниже, чем в среднем по тому или иному муниципальному образованию. Ну, значит, риски и угрозы совершенно другого уровня, совершенно другого уровня. Все вы это понимаете. Но усилий здесь по-прежнему, на мой взгляд, недостаточно, предлагается. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в госпиталях проходит лечение 2891 человек с COVID-19 и подозрением на него. Что касается коечного фонда, принято решение в преддверии новогодних праздников оставить в резерве 1200 мест на случай ухудшения ситуации. Темп вакцинации снижается. За 50-ю неделю прививки сделали чуть более 33 тысяч жителей, в то время как на прошлой неделе более 46 тысяч. Всего в области первым компонентом привито более 1 миллиона 600 тысяч жителей. Это почти 80% от запланированного. Повторную вакцинацию прошли почти 214 тысяч человек, то есть 57% от плана. Губернатор обратил внимание, что, по данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших в Отрадном, а темпы вакцинации самые низкие. Глава региона поручил Минздраву направить в муниципалитет комиссию, которая на месте разберет причины. Отправляйте туда свою комиссию, разбирайтесь, что делает главный врач, как проводится работа. Оценка неудовлетворительная по вашей работе. Попрошу вас в кратчайшее время исправить ситуацию, добившись заметных, значительных результатов. Отдельный вопрос был посвящен организации чартерных рейсов в новогодние праздники. Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 запланировано 88 чартерных рейсов по 16 международным направлениям. В том числе в Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрию, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Армению. Эти направления не входят в число тех, где есть риск заражения штаммом омикрон. Однако терять бдительность нельзя. Необходимо всех приезжающих тестировать, вне зависимости от того, откуда они прилетели, отметил губернатор. Виктория Шарая, События. Глава Самары Елена Лапушкина совместно с прокурором города Артемом Ярыгиным и начальником ГУ МВД России по Самарской области Вадимом Ятайкиным провела прием граждан, в ходе которого жители города рассказали о волнующих их вопросах. Максим Магомедов узнал, какие проблемы беспокоят самарцев и какие пути решения им были предложены. В железнодорожном районе Самары водители, объезжая пробки, проложили свой путь через двор жилого дома. Скоростной режим соблюдается не всегда. Под колесами рискуют оказаться не только жители окрестных домов, но и ученики, расположенные рядом школы. Данила Маштаков просит установить знаки «Жилая зона» на участке от дома 45 по улице Пензенской до дома 41А по улице Владимирской. Присутствовавший на приеме начальник отдела дорожного движения Департамента транспорта администрации городского округа Самары Андрей Карпачев отметил, что схема движения будет разработана до конца года, а в начале следующего появятся знаки. Анатолий Петров проживает по адресу братьев Коростелевых 4. В его доме не предусмотрено центральное водоснабжение. Поэтому во дворе установлена водоразборная колонка, из которой все местные жители набирают воду для своих нужд. Но теперь это невозможно. Уже месяца два уже нет воды. Ну, буквально полгода уже нет, вообще давления не было там. А два месяца назад вообще прекратил воду. Все это время жители продолжают исправно платить по счетам за услуги водоснабжения. Квитанции приходят, да. И до сих пор приходят квитанции? Ну, да, они нам присылают по квартальному. Ага. То есть за квартал вперед. И то есть вот за то время, которое у вас не было воды, вам тоже прислали квитанцию? Да. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил. В этом месте поврежден водопровод. Вода уходит в грунт. Место утечки устанавливается. Ресурсоснабжающая организация занимается поиском подрядчиков для проведения торгов на выполнение работ по устранению повреждения трубопровода. А пока для жителей открыта другая водоразборная колонка на пересечении братьев Коростелёвых и Венцика. Татьяна Павлова обратилась к главе города с вопросом о переносе трамвайной остановки на пересечении улиц Нововокзальная и Нагорная. Ранее там можно было сесть как на трамвай, так и на автобус, что быстрее приедет. Теперь остановки находятся в разных местах. Жителям это неудобно. Начальник отдела организации дорожного движения Департамента транспорта администрации городского округа Самара Андрей Карпачев пообещал рассмотреть возможность переноса остановок ближе друг к другу. Но для безопасности пассажиров они будут размещаться отдельно. Анализ сложившейся ситуации ведется совместно с ГИБДД. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События. Более 340 новых рабочих мест и современное российское оборудование. На предприятии ОДК Кузнецов открылся центр специализаций под названием «Компрессор». На новом высокотехнологичном производстве будут делать комплектующие для компрессоров газотурбинных двигателей, а также собирать готовые изделия. О том, как модернизируются главные двигатели строительный завод региона, расскажет Михаил Ермоленко. Почти 17 тысяч квадратных метров. Самый крупный цех, открытый в последние годы. Новый производственный комплекс на предприятии ОДК Кузнецов впечатляет не только размерами, но и оснащенностью. 45 единиц нового оборудования. Фрезерно-токарные, шлифовочные и сверлильные станки. Все это, чтобы изготовить важнейшую деталь газотурбинного двигателя – компрессор. На торжественной церемонии открытия нового производственного цеха под названием «Компрессор» побывал глава региона Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков и генеральный директор предприятия Александр Артюхов. Очень важно, что мы, сохраняя компетенции, восстанавливая традиции, создаем прочную базу современных разработок из-за дел на не то, что несколько лет, зачастую на несколько десятилетий вперед. Вот благодаря этим новым производствам сегодня у нас наш флагман производства двигателей, ОДК Кузнецов, обеспечен заказами уже на 6-7 лет вперед. Разработки действительно самые современные. Благодаря новым станкам работники цеха смогут не только создавать детали для компрессоров газотурбинных двигателей, но и собирать воедино все комплектующие. На новом месте будут трудиться более 340 человек. Они смогут производить порядка тысячи компрессоров в месяц. За последние три года Кузнецов, само предприятие, прошло достаточно серьезный путь с точки зрения модернизации, но и нового совершенно уклада индустриального. И вот этот центр специализации, который мы сегодня открываем, он, конечно, позволит нам нарастить объемы практически в два раза. Все оборудование современное, потому что авиационный двигатель – это всегда повышенные требования в точности. Это специальные станки, это специальные металлы. И тут это все будет организовано. За последние годы в модернизацию двигателя строительного предприятия инвестировали более 12 миллиардов рублей. Только в создание нового производства вложили больше 4 миллиардов. Кроме того, на торжественной церемонии открыли отреставрированный цех инструментального производства, на котором устаревшие токарные станки заменили на новые, с компьютерным управлением. На объекте будут производить свыше 4 тысяч видов продукции ежедневно. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. На сегодняшний день в 63-м регионе оформлены уже 9 тысяч карт жителей Самарской области. В массовый оборот они поступили летом. Пластик интегрирован в платежную систему МИР. Он работает не только как банковская карта, но и обладает рядом других функций. Пользователям доступно транспортное приложение, а также скидки в магазинах-партнерах. Держатели карты жителей Самарской области с 1 сентября по 31 декабря получают скидку на проезд в общественном транспорте в 8 рублей. Эта акция продлится и на 2022 год. Также в следующем году будет подключена возможность льготного проезда по карте для пенсионеров, как по социальной карте. Уже в начале года функционал карты пополнится цифровым полисом ОМС. Тем самым отпадет необходимость носить в поликлинику бумажный вариант документа. Прорабатывается возможность использования карты жителя в качестве идентификатора при получении электронного рецепта. Кроме того, в 2022 году можно будет оплатить картой культурные мероприятия с накоплением бонусов для покупки последующих билетов. Они достигли заметных успехов в профессиональной или общественной деятельности, внесли большой вклад в развитие Самарской области, совершили яркие и благородные поступки. В Самаре подвели итоги областной общественной акции «Народное признание». Победителей поздравил губернатор Дмитрий Азаров. В зале собрались почетные гости, в том числе и глава города Елена Лапушкина. Кого отметили, расскажет Светлана Кудрявцева. Лучшие в своем деле. Они приходят на помощь, спасают жизни, хранят память о прошлом, продолжают славные традиции и достигают высот в творчестве и спорте. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил победителей общественной акции «Народное признание», которых выбрали сами жители региона. Я очень рад тому, что мы не забывали говорить свою благодарность всем, кто ее заслуживает. В этом году почти 800 тысяч голосов наши с вами земляки отдали за определение людей, коллективов, которым мы сегодня воздаем почесть. Конечно, такая массовость, такое признание, дорогуц. 529 заявок, 60 номинантов и 18 победителей в шести номинациях. Заведующий урологическим отделением педиатрического корпуса больницы имени Середавина Сергей Терехин стал лучшим в номинации «Герои нашего времени». В 2018 году он провел сложнейшую операцию подростку с травмой единственной почки и фактически вернул его к жизни. Конечно, эти признания, мне кажется, очень важны для нас, потому что это передает нам силу, уверенность, что мы занимаемся, ну понятно, что нужным делом, но это вдохновляет нас. Нужным делом занимаются и волонтеры. Второй год они помогают медикам бороться с пандемией, не оставляют без поддержки пожилых и одиноких людей. Народное признание получила координатор волонтерского штаба акции «Мы вместе» в Чапаевске Екатерина Японешникова. Конечно, эмоции потрясающие, и это действительно приятно и ценно, когда твою работу и твой труд оценивают на самом высоком уровне. Победителей выбрали также в номинациях «Признание и уважение», «Память и слава», «Наследники победителей», «Единство и успех». Акция прошла в 14-й раз. За эти годы на народное признание поступило более 7 тысяч заявок. Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш труд, за вашу ответственность, за ваше терпение и за взаимопонимание. Спасибо вам большое. Доброго вам всем здоровья. И следующий год совершенно точно будет радостно и счастливо. Я в это верю, а когда поверим все, так и будет. На церемонии награждения губернатор Дмитрий Азаров также присвоил звание почетного гражданина Самарской области, заведующему кафедрой российской истории Самарского национального университета Петру Серафимовичу Кабытову. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Отсечь все лишнее от тонны льда – такова задача скульпторов, которые трудятся над созданием персонажей из советских мультфильмов на главной площади города. Подготовка к предстоящим праздникам идет полным ходом. Максим Магомедов узнал, как мастера работают с ледяными глыбами и каких героев можно будет увидеть на площади Куйбышева. Площадь Куйбышева продолжают готовить к празднованию Нового года. На ее центральной части появится сказочный лес, посреди которого расположится ледовый городок. Персонажи ледяных скульптур знакомы многим с детства. Это любимые герои киностудии «Союзмультфильм». В этом году она отметила юбилей. Ей исполнилось 85 лет. Тут и крокодил Гена с чебурашкой, и мамонтенок, который ищет маму, и персонажа мультфильма «Простоквашина», «Шайбу-шайбу», «Жил-был пес» и других знакомых с детства мультфильмов. Эскизы для будущих композиций подготовил Сергей Назаров. Монтаж где-то день, ну вот одной такой скульптуры, и где-то дня два сам процесс изготовления скульптуры, уже резьба. Мы смораживаем блоки по форме, так, чтобы туда вписывалась скульптура. Потом пилой отпиливаем большие какие-то массы, и потом уже более детальные какие-то моменты. Лед для работы привезли из Тюмени, потому что в Самаре еще недостаточно холодно, чтобы на водоемах образовалась корка необходимой толщины. Всего для 14 композиций потребовалось почти 100 кубометров льда. Над созданием скульптур с начала месяца трудятся мастера из разных уголков страны – Ижевска, Чебоксар, Марий-Эл. Есть среди них и житель Самарской области – Владимир Илюшин. Он на скульптора нигде не учился, раньше занимался бизнесом. Увлекся искусством, когда увидел у одного из своих заказчиков деревянные скульптуры. Изучал тонкости работы по видео в интернете. На самостоятельное обучение у Владимира ушло 8 лет. Все инструменты у него уникальные, потому что самодельные. Например, в ход идет даже лезвие от триммера для волос. Сейчас ищу форму головы у крокодила. Тут надо будет губу поменять. Чуть-чуть вот так лед был короткий. Надо отрезать, приклеить и вот так добавить. Охота сделать работу, чтобы она, во-первых, мне очень понравилась и другим. И поэтому стараюсь по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть снимать. В этом году, как и в предыдущем, в связи с эпидемиологической ситуацией новогодних массовых гуляний не будет. Для семейного активного отдыха на площади Куйбышева будет работать деревянная горка. Зальют два катка. Организуют точки питания и продажи сувенирной продукции. Максим Магомедов, Константин Головин. События. Тысячи праздничных залпов вскоре украсят самарское небо. По традиции, в новогоднюю ночь жители города запускают фейерверки. Существует предположение, что их прародителями были куски зеленого бамбука, которые взрывались, когда их бросали в костер. Таким образом, некоторые народы отгоняли злых духов. С изобретением пороха празднование Нового года не обходится без пиротехники. Самарцы уже закупают бенгальские огни, петарды и салюты. Как зажечь в новогоднюю ночь без риска для здоровья, выяснили наши корреспонденты. Одним из главных развлечений в новогоднюю ночь является запуск салютов. Порадовать себя праздничным фейерверком можно от тысячи рублей за 16 залпов. Устроить красочное шоу в ночном небе обойдется самарцам в 25 тысяч. Зажечь искрящиеся бенгальские свечи можно по цене 60 рублей за упаковку. Большой популярностью пользуются простые петарды, стоимость которых чуть больше одного рубля за штуку. Чтобы праздник не превратился в несчастный случай, необходимо покупать пиротехническое изделие только в проверенных местах. Продажа пиротехники не в специализированных магазинах может привести к травмам, так как она может оказаться в несертифицированной продукции. Может привести к тяжелым последствиям. Поэтому следует покупать только в специализированных магазинах. Пиротехнику не должны продавать лицам младше 16 лет. Продавец обязан убедиться в возрасте покупателя. Для этого он может потребовать паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Потребитель вправе ознакомиться с документами, которые подтверждают сертификацию и безопасность пиротехнического изделия. Если продавец отказывается их показать, то от покупки такого товара стоит воздержаться. В случае сомнения в качестве приобретенного товара необходимо обратиться в Роспотребнадзор. При выборе пиротехнического изделия потребителю необходимо обратить внимание в первую очередь на упаковку. Упаковка не должна быть повреждена. Кроме этого, на упаковке должна быть маркировка в соответствии с техническим регламентом. Обязательно должно быть указано это наименование пиротехнического изделия, класс опасности, наименование лица, изготовившего данное пиротехническое изделие, его юридический адрес. Также обязательно должен быть указан срок годности данного товара. Приобретенные салюты и фейерверки необходимо правильно хранить. Лучше всего в теплом сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Не рекомендуется держать пиротехнику вблизи нагревательных приборов. Перед использованием нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, где как раз записаны и минимально допустимые расстояния для безопасного запуска, способов установки, способов зажигания, безопасной минимальной зоны до строений зданий, сооружений, скорости ветра, при какой допускается данный запуск пиротехники. Это все написано в инструкции, а также как раз способ утилизации. Перед запуском салюта его необходимо надежно закрепить от опрокидывания. Для этого можно приобрести специальное удерживающее устройство. В случае, если фейерверк не сработал, то категорически запрещено его пинать или перемещать. Также не стоит поддаваться любопытству и заглядывать внутрь. Необходимо выждать примерно 7 минут, после чего закидать пиротехническое изделие снегом или опустить в ведро с водой, чтобы исключить возможность горения фитиля. Тем, кто собирается уехать из дома на новогодние праздники, сотрудники МЧС рекомендуют плотно закрывать окна своих квартир. Не исключена возможность возникновения пожара по причине нарушения правил использования пиротехнических изделий. Во время празднования прошлого Нового года в Тольятти зафиксировали случай попадания фейерверка на балкон многоэтажного дома. Светлана Кудрявцева, Максим Магомедов, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События. Это все новости за неделю. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok